Мой рабочий график по сравнению с ее, это детский лепет. Ей среди ночи могут позвонить и сказать, Алина, приезжай, я рожаю. Женился на веселой такой хохотушке, а тут как бы такая вся туча, да. И я пошла к врачу семейному, вот так вот это, она говорит, а когда ты делала прививку? Ну и она сказала, что это из-за прививки. Она мне говорит, моя мама дула, дура, нет, дула. Всем привет, мы находимся сегодня у Алины в клинике. Кто помнит Алину, ставьте лайки. С Алиной мы встречались больше года назад. Алина Дуула, ароматерапевт и женский терапевт. И сегодня мы с ней поговорим на разные женские темы. Очень надеюсь, что вам это будет интересно, так что не переключайтесь. Алина, привет! Привет! Напомни немножко о себе, буквально в двух словах свою автобиографию маленькую. Маленькую. Я приехала в Израиль в 11 лет, отучилась на психолога и работала в больнице мэр. А потом начала, после моих родов, начала очень сильно интересоваться женской терапией. Я захотела помогать женщинам после родов. Потом я выучилась на дулу. Потом я выучилась на терапевта, который занимается травмами послеродовыми. И постоянно как бы улучшаю свои знания. И просто вот в этом потоке меня несет вот это ощущение, когда ты помогаешь женщине, и она от тебя выходит с новыми силами и находится в потоке. Это для меня, это как бы такая-то такая терапия самой себе. Потому что когда мне нужно было, у меня не было таких людей, не было такой вот Алины, которая бы пришла, помогла, объяснила, рассказала вам простыми словами, нашла бы какие-то точки. На тему дулы в предыдущем видео мы разговаривали с Алиной очень долго и много. Я ссылку обязательно оставлю в описании к этому видео, и вы можете посмотреть. Сегодня я хотела бы немножко затронуть тему женских психотравм. Ты говоришь, что женщины, которые переезжают из стран СНГ, у них там остаются какие-то травмы родовые, которые они везут сюда. И это выливается даже в то, что у них возникают проблемы забеременеть, либо страх рожать. Расскажи. Ну вообще вот постсоветское пространство, оно нас воспитывало не плакать, не кричать, не рассказывать, все держать в себе. И вот очень много девочек, даже не женщин, а девочек, которым по 25, по 26, 30 лет, они приезжают сюда, и у них огромный страх еще раз забеременеть, еще раз пройти через роды. И моя главная цель – это помочь им, объяснить им, что, возможно, ваш предыдущий опыт был связан с тем, что вы недостаточно готовились, может быть, для того, что вы просто были психологически не готовы к этому моменту. В Израиле, кстати, тоже очень много девчонок, ивритоговорящих, тоже проходят через вот такую вот, мы говорили с тобой на эту тему, алимут ба алейда – насилие в родах. Ну, в Израиле здесь как бы бесплатная медицина, и есть одна кушерка на четыре роженицы. Иногда она не успевает где-то там заметить, что-то заметить, прийти, помочь. И в эти моменты появляются вот эти вот триггеры, вот эти вот точки, на которые женщина как бы, мины я их называю, наступает, и это оставляет у нее большой такой вот психологический след. Всегда, вообще в психологии есть такое, такое как бы объяснение этому, что все, что происходит в первый раз, запоминается на всю жизнь и оставляет след в твоей психике. Поэтому роды, которые произошли, и ты не знала, и ты не была к ним готова, могли оставить след травматический. Я не буду говорить, что, как это выливается, но многие женщины находятся в этом состоянии и не знают, что с ними. Говорят, вот я после родов, до родов я была веселая, отзывчивая, и все мне нравилось, после родов что-то произошло, что-то свет погас. И вот это состояние называется посттравма, посттравматическое расстройство. И с этим мы работаем. А смотри, я еще заметила, даже вот не один такой случай, а много таких случаев, когда женщина долгое время, вообще пара долгое время не могла иметь детей. Потом родили там дочку, сына, и начинают воспитывать ребенка, а ребенок становится неуправляемый, и мать начинает сгонять на нем, ну, я не знаю, свою злость. Вроде так хотела, так ждала, а потом вот ребенок виноват во всех бедах. Ты это замечала? Ну, конечно, это понятно. Я тебе скажу, что это все мамы. То есть это не одна там какая-то женщина, которая об этом рассказывает. Это все мамы это ощущают, потому что есть такое предложение, да, все его слышали, выгорание. Материнское выгорание. Это когда все на тебе, все на твоих плечах, и тебе приходится делить свое внимание между тем, что хочешь ты внутри, ты маленькая девочка, мы все маленькие девочки внутри. У нас есть желания, у нас есть мечты, у нас есть какие-то цели, и тут маленький ребенок, или уже взрослый ребенок, который разговаривает и что-то требует. И тебе приходится просто реально ставить какие-то границы. А ставить границы это очень тяжело, особенно когда это твое чудо, которое ты вырастила. Я думаю, что здесь замешана вот сама вот это вот ставить границы. Постсоветское пространство тоже очень повлияло на нас, потому что мы же хотим быть хорошими, мы ласковые, а теперь время такое, что нужно детей слушать, это индивидуум. И очень много у нас есть таких отголосков. Нашим бабушкам было легко, да, ремень взяла, подрила, все, все, мы боимся. А теперь уже как бы психология у ребенка, смотри, не навреди, а когда вырастет, в общем, очень много страхов у нас. А нужно слушать себя внутри, потому что твое материнское сердце и твое материнское подсознание говорит всегда, что правильно для тебя, для твоей семьи. Все семьи разные. Сейчас хотела бы еще затронуть тему нашего коронавируса, который никак не уйдет. И вот твои замечания на протяжении вот этого последнего года. Появилась еще какая-то в этом проблема, что женщины, допустим, не хотят рожать, либо наоборот, выбирают самое время, чтобы родить, или чего-то боятся, опасаются. Вот эту тему раскрою. Ты знаешь, самое такое вот как бы, то, что я заметила, что во время короны, коронного времени, очень много женщин начали искать помощь. Закрыли в доме, в квартире их, нет работы, нет общества, нет возможности как бы отключиться, отвлечься. И начали копаться в себе. Поэтому, да, корона принесла очень много страхов, очень много фобий, очень много вещей, которые начали просто появляться. И даже я, я тебе скажу честно, я тоже во время короны, во время второго локдауна, я начала так немножечко, секунду, то есть я приостановилась, и начала думать, и тоже я обратилась к терапевту, и проработала свои какие-то вещи, которые благодаря, я тебе скажу, корона принесла очень много хорошего, потому что благодаря короне, я, во-первых, очень много училась онлайн, я обучалась у очень-очень хороших специалистов, в которых я бы никогда бы не смогла у них обучиться, и не смогла бы до них добраться. А тут как бы... Ещё, наверное, сесть заставит себя вот сесть, не пойти куда-то. Мы же всё время бежим, мы всё время продолжим. Да, тем более израильские женщины, которые ни на минутку не хотят сидеть дома, надо всё время в движении, и тут такой прям... А откуда это вот, это вот желание бежать? Мысли, да, у нас же, и мы когда сядем... Мысли бегут, и мы бежим. Да, чтобы убежать от своих мыслей. Тему затронули короны, можешь рассказать про свой интересный случай, который не связанный ни с чем, я думаю, ну как бы не связанный с родами, с женщинами, просто с Алиной, по поводу твоего лица? А, то, что у меня... Это интересная тема. После третьей прививки, ровно через 28 дней, я утром просыпаюсь и чувствую, что у меня пол лица просто перекосилось, я не могу им вообще никак двигать. То есть, не двигается, глаз не закрывается, лицо не двигается. Я очень испугалась, но я знала, что есть такая невропатическая болезнь, не болезнь, а как бы временное такое расстройство. И я пошла к врачу семейному, вот так вот это... Она говорит, а когда ты делала прививку? Ну и она сказала, что это из-за прививки. Это могут быть разные причины, может быть от того, что была в стрессе, но она сказала, что это от прививки. И я практически сразу начала лечение, потом обратилась к иглоукалыванию, к массажам, к физиотерапии. И уже сколько? Уже, наверное, месяца два, как я даже больше, два с половиной, как я хожу каждые два-три дня, и мне делают иглоукалывание, делают массажи. Да, это... Но чувствительность лица полностью вернулась? Чуть-чуть, да. Но как бы я чувствую, что у меня иногда, ну ты знаешь, это такое, когда вдруг мышцы останавливаются, а другая сторона еще продолжает как бы работать. И появляется как бы такой дисбаланс. Ну, это тоже мне... Я говорю, что любая вещь, когда ко мне ребенки приходят и говорят, почему со мной это случилось? Я говорю, смотри, ничего не бывает просто так. Это значит, была какая-то оплеуха тебе для того, чтобы ты как бы посмотрела на себя со стороны и сказала секунду, стоп, остановилась, как бы продумала все свои движения, которые ты хотела делать и остановила их. И сказала, я иду в другом направлении. И мне тоже эта болезнь принесла вот эта вот возможность сесть. Сесть и просто... Я очень часто в течение дня просто для себя сажусь, закрываю глаза и просто дышу. То есть это... Раньше я была... бежала постоянно и я знала, что нужно остановиться, но не было плеухи. Да, я просто очень хотела задать Алине вопрос на эту тему, потому что реально первый человек, у которого после прививок была какая-то побочка. Кстати, семейный врач сказал, что у нее очень много таких, которые приходят с какой-то невропатологией. Ну, невозможно сейчас знать. Мы как бы... Да, мы живем в такое время, что действительно списывать все на корону это будет очень неправильно. Ты знаешь, самая интересная тема, которую мне бы хотелось поведать вам, девочки, женщины, это что... Не надо стесняться, не надо бояться, не надо это все как бы скрывать, потому что рано или поздно оно начнет выходить наружу, и тогда даже вот ко мне пришла женщина, которой 60 лет, и она обо мне услышала от своей дочки, которая ко мне приходила, и она говорит, ты знаешь, мне бы хотелось бы прикоснуться вот к тем страшным моментам, но чтобы кто-то меня держал за руку. И вот эта проработка, она позволила ей понять, что она всю жизнь винила себя, всю жизнь винила себя, что она недостаточно была как бы в родах, что она боялась, что ей говорили тушься, а она была как бы в ступоре, это нормальное состояние, когда ты в стрессе, и у тебя организм полностью как бы замораживается, и ты не можешь реагировать, то есть ты или бежишь, и у тебя адреналин вырабатывается, или ты как бы в ступоре. И это вот была ситуация, которая ее заставила себя винить. И когда я ей объяснила, что это нормально, что это гормоны, которые вырабатывались, и что это врач, который на нее кричал, что ты стонешь, делать детей ты могла, а вот тут... Потом она пыталась залезть на этот самолет, на эту кушетку, которая тогда была, и ей сказали, что ты так залазишь, ты сейчас голову ребенку, шею ребенка перелешь. То есть у нее было столько триггеров, столько слов, столько предложений, которые в нее всунули в самый такой момент, когда она голенькая, когда она полностью психологически не защищена. И она столько лет, она как бы... То есть это повлияло на ее жизнь, и оставило такой-то след на отношения с дочкой. Девочка родила примерно в таком же точно... под таком же сценарием. Девочки, если вы боитесь, если у вас есть какие-то страхи, переживания, даже девочки, которые никогда не рожали, общество нам навязывает очень много страха. А если девочки уже рожали, и действительно у них была история родов не особо приятная, как им вот это принять и забыть, сгладить, чтобы это не влияло на их жизнь? В первую очередь нужно... Я всегда советую написать на бумаге самой себе письмо. Ты пишешь такое-то число, и как будто ты издалека сверху смотришь на ситуацию, и ты ее описываешь. Как будто ты пишешь сценарий того, что ты видишь. И все это как бы прожить. Ты когда пишешь, ты, во-первых, излагаешь на бумаге, ты проживаешь это. И во-вторую, конечно же, ты же просто-напросто сама себе открываешь какую-то такую ящик Пандоры, которую ты пыталась не трогать. Есть женщины, которые вообще не хотят говорить про свой род. Как было? Хорошо. Ну аж нормально, ну все рожали, я родила. Вот это вот надо открыть сама с собой. Или обратиться к терапевту, который с тобой вместе понемножку, понемножку я использую карты, я использую огромные такие листы, где мы рисуем, где мы прямо психологическую карту родов разрисовываем. Надо в первую очередь написать, рассказать самой себе. Можно, конечно, потом идти уже и к мужу, и к маме, и к сестре, если у тебя доверительные отношения. Потому что ты, когда рассказываешь кому-то, ты как бы смягчаешь эту боль. Еще кто-то несет это на своих плечах. Это очень важно. Ну, есть в семье даже муж, он может не принять, там, ну, родила, родила. Да, я там был с тобой, видел, все там было нормально. А у нее вот какая-то травма. Как тут? Это же влияет даже на отношения. Ну, вот тогда они приходят ко мне, девочки, потому что говорят, меня никто не понимает. Все говорят, ты же родила, ребенок здоров. А ты, откуда у тебя депрессия? Почему у тебя депрессия? Все же было супер. А женщина по-другому как бы это воспринимает. Очень многие женщины не показывают и акушерка даже не знает, что сейчас у нее там происходит огонь, что ее прямо разрывает. Многие боятся смерти. Смерти во время рода? Ну, да, потому что это же такая боль, которую ты никогда не испытывала. У меня даже была девочка, которая говорит, я помню, я вживую чувствовала, как у меня нога поломалась и во время схваток я ощущала просто другую совершенно боль. Это боль, которая и сразу же у нас включаются наши защитные реакции, страх умереть, защитить себя. И поэтому женщина собирается с силами, чтобы не умереть и рожает. Скажу тебе, что я тоже испытывала это. Я тоже после родов Ленойки, когда у меня были очень тромботичные роды, я испытала это и никто не мог понять. Говорит, ну она же жива, ну она же все и в порядке. А у меня как бы все, выключили свет. И благодаря этому вот моя Леночка меня привела вот в этот мир, когда я начала понимать, что как бы, да, женщина это такая тонкая материя и к ней нужен особенный подход. И поэтому я до сих пор учусь и до сих пор у меня очень много вещей, которые мне говорят, я серьезно, да, вот. потому что, да, есть женщина, которая скрывает сами от себя. Это очень интересно. Приходит, рассказывает, а я вижу, что как бы маска, и когда эта маска как бы у нее просто слетает и слезы текут, и она говорит, я никому это не рассказывала. И ты сидишь, ты понимаешь, что все. С этого момента фу. И она может два часа, три часа у меня сидеть плакать, потом она мне пишет, говорит, ты знаешь, все, отпустила, простила я себя. Ну я им даю еще домашнее задание. И мне говорят, а почему ты не занимаешься вот общей психологией, там вот эти фобии. я училась. Я говорю, потому что мне так это близко, вот эта вот, вот эта вот тонкая грань, когда женщина нормальная, да, приходит в роддом, все супер, начинается, и она выходит из роддома просто, просто другая совершенно. Или она эмоционально закрывает себя, или она эмоционально холодная становится. И очень многие расходятся пары, потому что муж вышел замуж, женился, женился, на веселой такой хохотушке, а тут как бы такая вся туча, да. И еще и только ребенком занято, допустим. Или вообще, говорит, все ушло на задний план, осталось, или вообще, говорит, это не мой ребенок, забери, зачем, почему, боже, какую глупость я сделала. это нормально, и это нормально. И, к сожалению, очень многие осуждают таких мам, я их не осуждаю, я просто говорю, что им нужна помощь. Вот как человек, да, который на коляске, но он не может реально подняться на автобус сам, ему нужна вот это вот, и все осуждают, вот сколько мы стоим и ждем, пока его, но это же человек, он нуждается в помощи. То же самое и здесь женщина, и чем раньше обратятся, тем меньше у них будет в жизни вот этих вот очагов, которые она, это как огонь, который она бросает везде, отношения с мужем, отношения с мамой, с ребенком. А есть женщины, которые вот воспользовались твоими услугами до Улы, но при этом остались недовольны? Были в твоей практике такие? Вот ты знаешь, это самый большой страх, вообще, я думаю, профессионал, который работает с людьми, он каждый раз хочет получить обратную связь, потому что ты же не знаешь, что там произошло. У меня пока не одна мне не сказала, ты знаешь, ты могла сделать по-другому. Нет. Все очень довольны, потому что, во-первых, я беру только две девчонки в месяц, то есть я полностью эмоционально для них свободна. Я не бегу, знаешь, одна родила, вторая родила. Я всех помню, я со всеми на связи, я их очень люблю, и каждая девочка мне еще, очень многие пишут мне через годы, я с ними на связи, и я им пишу, как дела, потому что я понимаю, что когда тебя кто-то держит за руку, даже если у тебя состояние плохое, ты знаешь, что тебя держат за руку, и ты знаешь, что у тебя как бы вот эта вот энергия к тебе поступает. Я их как бы, да, мои девочки, ты знаешь, я их так люблю, каждую, каждая девочка, вот ты знаешь, ты их видишь, вот они здесь приходят, я вижу девочка, даже если вторые роды, третьи роды, и после своих родов, которые я с ними пережила, они становятся другие, вот это вот перерождение, неправильно, правильно говорят, что во время родов рождается ребенок и рождается мама, мама первого, второго, третьего, и как они это все, это... А вот верующие женщины, которые рожают по пять, семь, десять детей, они пользуются услугами дулы? Да, у них есть свои дулы, у них есть свои женщины, которые вместе с ними проходят это на их... А там мужу нельзя, да? Ну, таких... Я очень часто сопровождаю миниаду, и я вижу, что мужья находятся с роженицей все время, но просто моменты, когда, допустим, много крови, они выходят, но они могут стоять рядом... У головы? У головы, да. Они стоят у головы, они ее поддерживают, но они не могут ее трогать. Есть такие, которые не сильно верующие, они имеют право трогать. Есть такие, которые играют на музыкальных инструментах, чтобы ее раздражать. Ее это не раздражает? Вот, недавно я была на родах Лениады, и мы говорили про это, и она говорит, ты знаешь, акушерка говорит, иногда женщину это сильно раздражает, а иногда это нас раздражает акушера, говорит, ну, что мы поделаем, если это как бы его возможность ей как бы подарить хоть что-то, хоть как-то, если он не может ее трогать. Да, верующие, они вообще по своей сути более мягко принимают этот момент, потому что они видели маму, которая каждые 2-3 года забеременела, рожала, приходила, проблемы, они помогали маме. А тут нам родить одного целая история. Да. Вот тогда ты говорила, что нельзя мужьям во время коронавируса, локдаунов, присутствовать на родах. Сейчас уже поменялось, уже все нормально, можно? не, уже тогда мы, я принадлежу к такой ассоциации ДУЛ, они послали письмо и объяснили, что очень важно, чтобы и ДУЛ и муж были вместе, потому что у женщины есть вот такая вот проблема, да, что она может после родов зайти в очень глубокую яму, эмоциональные какие-то такие падения у нее могут быть, и богат разрешил, и все. Вау, супер. А я вижу, тут у тебя есть сертификат гипнороды. Да. Что это такое за гипнороды? Гипнороды. Сейчас я слышала, модно, что-то модное. Модно, да. Но что это? Гипнороды, по своей сути, это женщину учишь входить в такое состояние самогипноза, когда женщина полностью отключает внимание, она ничего не слышит, она полностью входит в себя. Очень много женщин, которые занимаются йогой, или очень многие слушают аформации, и они при помощи аформации могут войти в это состояние как бы внутрь себя, прочувствовать это возможность женщины просто воссоединиться, со своим внутренним женским организмом. При помощи или музыки, или движения, или дыхания, или танца. Есть книга гипнороды, которую я каждой девочке посылаю, чтобы понимали, что женский организм, он как гитара, он настроен, чтобы ты родила. И когда начинают вот это вот брынкать по гитаре, и ты не знаешь, как бы расстраивают этот механизм, да, и тогда женщина забывает свое настоящее дутро. Но каждая женщина может себя вести в самогипноз, или далеко не у каждой помещается? Каждая? Каждая? С помощью тебя ты что-то и наговариваешь? Или она сама? Я же не бабка в уме. Ну, я не знаю. Я просто обучаю их определенным техникам дыхания, потому что наше дыхание нас вводит в это состояние транса. Йоги очень многие при помощи дыхания входят в такое состояние транса, что он говорит, я прямо видел себя сверху, я летал, я видел... Это нормально, потому что я не буду сейчас заходить в такую тему, как космоэнергетика, я ей тоже занимаюсь. это очень такая тонкая материя, это энергия, которая у нас, энергия, которая вокруг нас, и когда у тебя энергия, не зря говорят, что если ты, допустим, думаешь о плохом, плохое притягиваешь, ну что у тебя энергетика становится более темной, аура темная, и тогда ты притягиваешь к себе плохое. Многие в это не верят. Но вот ты же училась на психолога здесь, вы эти темы там поднимали? Нет, ты знаешь, космоэнергетика и все вот это вот... Нет, психология это очень точная наука, тебе говорят, что вот есть А, Б, В, Д, если человек не кушает, если человек плохо спит, значит у него эмоциональный какой-то дисбаланс, значит надо или гормоны, то есть там очень все медицина. Я поэтому и ушла в альтернативную медицину, потому что в альтернативной медицине отношение к человеку не как к общему организму, а как отдельные части организма. Если у тебя допустим плохо с мужем, у тебя могут быть запоры, потому что ты сдерживаешь себя, если допустим ты очень много злишься, у тебя могут быть прыщики на лице, у тебя может быть такое вот состояние, когда ты все время держишь себя в таком тонусе, то есть врач что тебе скажет, ну невропатолог у тебя пошлет, а у тебя всего лишь стресс в жизни, то есть это поэтому девчонкам мне когда спрашивают, говорят, ну вот как ты нам поможешь, я говорю, я не могу тебе объяснить, потому что это и альтернативная медицина, и психотерапия, и все, что связано с родами, все, что связано с дыханием, с движением, это сейчас мир интернета полон этим всем, если вам интересно, вы можете послушать такую интересную Ада Коэн, она просто Ада Коэн? Да, очень интересная На каком на языке я разговариваю? На русском. На русском. Она очень интересные темы затрагивает внутреннего состояния, душевного состояния, то, к чему мы привыкли, то, от чего мы бежим, почему мы бежим. Вот медицина наша, она направлена как бы на то, да, чтобы лечить тело, а кто полечит нашу душу, и почему-то все, что связано вот с твоим внутренним миром, это как бы не признано особо наукой, да, как будто не выгодно, чтобы люди... Не выгодно, потому что, смотри, смотри, вот, допустим, у меня есть шалфей, да, шалфей. Простая вещь, если сейчас я его зажгу, и я просто дам тебе подышать, у тебя вдруг очистится полностью все сознание, потому что энергетический шалфей очищает... Зажжешься потом? Конечно, потому что энергетический шалфей очищает всю ауру, очищает энергетику и позволяет тебе войти в какое-то состояние спокойствие. Эфирные масла шалфея тоже очень хорошо капает себе вот так. Вот шалфей, он заставляет матку сокращаться быстрее. У меня девочки от шалфея у меня заходят акушерки, они говорят, мы заходим, кто-то видит меня, говорят, все, мы к тебе придем успокоиться, потому что у меня комната вся пахнет шалфеем. Шалфей, он как бы заставляет схватки быть менее болезненными и чтобы ты быстрее родила. Да, это... ну, я вообще это обожаю. Это ты к чему говорила, что, ну, очистить... Энергетику, что как бы иди к врачу, а тут у меня болела голова от того, что я очень сильно поссорилась с мужем. Поссорилась с мужем, энергетика у меня стала черная, мне надо было ее очистить, да, я ее очистила, я ее почистила, я посидела, понюхала, вышла, и вдруг у меня как бы и стены стали белее, и солнце стало ярче, и дети вдруг стали спокойнее, то есть это это то, во что человек верит. Каждый верит в то, что может. Многие говорят, что надо пойти в душ принять, то же самое, вода, она берет на себя все плохое. Это меня занесла в ту тему, которая меня... Прямо... Так я специально тебя туда занесла. Да, это моя стихия, это моя стихия. Вот меня тянет, меня всегда тянуло, но ты знаешь, мой дедушка, он космоэнергет, и он, ну, он уже старенький, он уже не может это все делать, но я это все видела на своих глазах, и оно, конечно же, мои корни там, да, я не знаю, какая там бабка, а моя бабушка, она была химик, так что поэтому я эти мази варю и все остальное, поэтому у меня это... То есть это так интересно, и мне интересно, что моя линойка будет, кто она будет. Она мне говорит, моя мама дула, дура... Нет, дула! Дула! Помогает женщина во время родов. Да, и вот кто будет моя линойка? Она тоже будет помогать людям? Потому что меня всегда тянуло. Я думала, что да. Этой темой ты меня натолкнула еще на такой вопрос. Вот сейчас я тоже иногда в Инстаграме посматриваю женщин, разных психологов, и они очень рекомендуют, чтобы не терять свою женственность, особенно если работа связана с чем-то неженским, по максимуму внедряться в женские круги, чтобы напитываться этой энергией женщин. Ты прямо трогаешь мою больную точку во время короны. Я же до короны у нас было огромное количество кругов, мы встречались и беременны, и после родов, и просто женщины. Я очень люблю проводить, у меня, кстати, есть тоже, я училась проводить женские круги. Сейчас это все начинает уже как бы появляться, сейчас уже женщины не боятся встречаться. Ты права, хотя бы раз в месяц надо приходить в какое-то место, даже, если там есть женщины, которые тебе не нравятся, все равно ты энергетически, раньше женщины жили коммунами, да, и вот эта эритетика, потому что даже если женщины живут в одном доме, у них месячный, да, ты знаешь, они синхронизируются и вместе, это очень важно, потому что у одной женщины может быть энергии, допустим, 80, у другой 40, и вот та, которая 80, она ей отдает 20 и остается еще в порядке, а это поднимается, как бы, понимаешь, это называется такая, как волна, то есть, ты когда на волну садишься, вот ты находишься с женщинами, ты уже с этой волной будешь уже продолжать идти, когда море, да, спокойное, то это то же самое, как ты идешь на работу, все спокойное, то есть, ты как бы вроде бы все нормально, все в порядке, но у тебя все тихо, а когда есть вот эти вот всплески, да, там девочка что-то рассказала, точно у меня тоже так же, или там девочка там поплакала, ты говоришь, ой-ой-ой, как же мне ее жаль, ты к ней подошла, ты ее обняла, и вы поменялись энергетиками, да, ты ее дополнила, она тебя наполнила, иногда у нас должно быть инь-и-янь, черная энергетика и светлая энергетика, поэтому, если тебе солнечное, ко мне иногда приходит девочка такая, солнечная, думаю, о, все, сейчас она из меня вытащит все плохое и станет в порядке, и мне так и говорят, говорят, ты знаешь, я как бы пришла к тебе, я чувствую, что у меня все супер, ну что там нет, что там нет, что там нет, я говорю, ну тебе просто нужна моя плохая энергетика, чтобы ты как бы чуть-чуть приземлилась, это офигеть, да, раз в месяц хотя бы приходите на женские круги, и я буду делать скоро, я очень хочу, я мечтаю, я уже собираю команду, чтобы мы как бы, и йога там будет, и встречи, и разговоры, и все, это даже для меня важно, у меня тоже бывают падения, у меня бывают иногда такие дни, когда я встаю и говорю, все, я дать ничего не могу, да, я тоже, как вы, девушки, тоже бываю иногда очень-очень в низком таком состоянии, и тогда я прибегаю к ароматерапии, я беру масла, я делаю себе какие-то тухи, я нюхаю, и все, выдыхаю. Алина, ну мы с тобой, мне кажется, сегодня подняли все темы, которые только могли, и разговоры. Пускай спрашивают вопросы, задавайте вопросы, мы еще с Алиной встретимся, тем более мы с ней пойдем на общий девичник, да, ой, там будет супер, да, там будет супер, ну я не знаю, можно ли там будет снимать, и надо ли, потому что есть места, где лучше вот так уединиться, побыть вместе, и получить кайф, да. Алин, спасибо тебе за этот теплый прием в твоей прекрасной клинике, спасибо, что пришла, да, у меня была мечта иметь свое место, и вот это место, да, мне очень нравится твое место, оно очень теплое, и действительно, еще не до конца я все так сделала, потому что я все делаю своими руками, у меня муж работает опознай, я все делаю сама, даже вот муж, папу я попросила прибить мне гвоздики, ездила в магазин, все покупала, в общем, для меня это, да, твое детище. Мое. Ну что ж, ставьте лайки, дизлайки, все равно теперь их не видят. Не видят, да, кстати. И всем спасибо за просмотр, пока-пока. Пока-пока. Инстаграм Алины я оставлю в описании к видео. Если есть вопросы по женской части, заходите, пишите. Пока. Пока.